Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 октября, Православная Церковь совершает память священномученика Киприана, епископа, мученица Иустины и мученика Феоктиста. В III веке в царствовании римского императора Декия жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан. Он умилостивил жертвами самого князя тьмы, отдал ему во власть всего себя, и тот дал ему в услужение полк бесов и обещал поставить князям по исхождении с тела. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Обратился к нему однажды юноша по имени Аглоид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположение и любви. Она же отвечала ему отказом. «Жених мой Христос, ему я служу и ради него храню мою чистоту». Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами. Но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знаменем, и посрамленные и устрашенные крестом Господним. Они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда дьявол на праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось. После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан, прозрев, отрекся от дел дьявола, исповедовал все местному епископу Анфиму, отдал ему на сожжение все свои книги и умолял совершить над ним святое крещение. Он вполне изменил свою жизнь. Через семь дней после крещения его поставили в очтеца, через двадцать дней в иподиакона, через тридцать в диакона, а через год рукоположили в Иерее. Скоро он был поставлен епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприана и Иустину оклеветали, посадили в темницу, потом велели повесить святого и строгать ему тело, а Иустину бить по устам и глаза. После этого их бросили в котел, но кипящий котел не причинил им никакого вреда. В конце концов, их осудили на усечение мечом. Видя неповинную смерть мучеников, воин-феоктист объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Священомученик Киприан, святая мученица Иустина и святой мученик-феоктист умерщвшлены в Некомиде в 304 году. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых Блаженного Андрея, Христа ради юродивого Константина Польского, праведного воина Феодора Ушакова, благоверной княгине Анны Кашинской, преподобного Кассиана Грека Угличского Чудотворца, мучеников Давида и Константина, князей Арагветских, мученица Александры Булгаковой. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи в Божии во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!